Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание Живите Долго и Играючи. Несколько подписчиков просили, чтобы я сыграл. Вот Миша Егоров оставил свою команду. Ну а пока, друзья, давайте-ка сыграем. Вот я возьму пока самые слабенькие мои команды. И давайте-ка первые, вот для первой миссии, возьмем самых моих слабеньких игроков. Это Супер Шреддера и Крэнга классического. Ну вот, отправим их в бой и посмотрим, что из этого получится. Итак, два моих самых слабых героя. Вот посмотрим, как они справятся. Итак, Супер Шреддер в начале боя активирует свое мутагенное сердце. Вот герои будут подлечиваться, а Крэнгл классически использует атомную бомбу. Вот, и нанесет массовый урон. Ну что же, первую волну просто смело ядерным взрывом. Переходим ко второй, а вот ко второй нужно будет уже более существенно подойти. Итак, Шреддер бросает костяные кунай и первого склета выбило. Ну а Крэнгл классический. Давайте-ка прокачаем пока атаку наших героев. Вот здорово, неплохо. И продолжаем выбивать следующего склета. Ох, достается нашим героям. Вот и следующая атака от Супер Шреддера. И опять же победа над склетом. Неплохо. А вот теперь удар от Крэнга классического. Рука превращается в шар шипами. И выбивает очередного склета. И Супер Шреддер заканчивает этот бой. Вернее, вот бой в этой волне. Итак, переходим к третьей волне. И ждет у нас очень интересная компания Пиццилицы, Микеланджело, Ролевой и Рокзар. Совсем разные герои. Хотя одно их общее. Эти герои есть в мультике Черепашки, Ниндзя, Легенды. Ну что же, давайте-ка я, друзья, попробую выбить Пиццилицева. Хотя, да, давайте-ка начнем с Пиццилицева. Итак, великолепнейший удар Крэнга классического. А сейчас я попытаюсь выбить Микеланджело Ролевого. И это удается сделать вот Супер Шреддеру. Дальше удар от Крэнга и Рокзар тоже побеждет. Ну что же, неплохо. Пытаются что-то сделать люди-грибы, но это им не удается. Итак, Супер Шреддер активирует свое сердце. Мутаген идет, вращается, усиливает героев, они подлечиваются. Ну а Крэн классический еще использует ядерный заряд и выбивает оставшихся человеков-грибов. Итак, неплохо. Вот люди-грибы выбиты, и мы двигаемся дальше. Отлично. Итак, первый-первый-первый эпизод пройден. Переходим, друзья, ко второму, и во втором, друзья, мы получим награду ДНК Пиццелицева. Вот, здорово. Ну что же, давайте-ка, вот довольно-таки сильные враги. Вот, давайте-ка я для них вот подберу тоже интересный состав. И это будут пусть классические черепашки. Вот, вижу. Нашел Микеланджело, Донателло, Леонардо. И еще давайте-ка найдем, где жираф. Отлично. Итак, команда классических черепашек против сборной. Вот, встречают у нас несколько рыцарев плюс человек-гриб. Но наш Микеланджело танцует и усиливает атаку героев. Неплохо. А теперь массовый удар от Рафа классического. И все враги выбиты. Очень даже неплохо. Переходим ко второй волне. Ага, итак, сборная Белкоиды, Терминатор, Такракан и Рыцарь. Скорее всего, это футбот. Вот, ну что же, попробуем выбить его Крэнгом. Итак, Лео классический берет Крэнга, метает и выбивает очередного врага. Неплохо. А вот сейчас было бы здорово воспользоваться кофейной машиной от Дони. Взрывается и выбивает всех врагов. Ну что же, это было здорово. Следующая волна. И вот теперь, друзья, мы можем воспользоваться сюрикенами от нашего Микеланджело. И так, отбивает при помощи Нучак и сюрикены. И просто вышибает вражеский наотряд. Ну что же, это было, друзья, здорово. Это было здорово. Это было необычно. Что же, все у нас получилось. И так, следующий эпизод. Это у нас эпизод третий. Давайте-ка мы посмотрим, какие у нас здесь враги. Вот, ну что же, довольно-таки интересно. И так, Донателло Ролевик, Змей Кьюн и Крип. Вот, команда монстра плюс еще и как-то Дони к ним попал. Ничего страшного. Давайте-ка я для этих врагов возьму оригинальных черепашек. И посмотрим, что из этого получится. Так, Лео, Раф уже удалось собрать. Кроме того, друзья, нашел Микеланджело. И остался только Дони. И так, вперед. Оригинальные черепашки против сборной. Вот, встречает, опять же, вот, Человек Грик плюс Терминаторы Тараканы. А для них есть подарочек. Вот такой вот бомбу бросает Микеланджело. Оригинальный и первая волна Смитина. Переходим ко второй. Ко второй тоже, друзья, есть неплохой подарочек от Лео. И так, рубит экран, массовый урон и вторая волна Смитина. Ну что же, это было здорово. Ого, в третьей, скорее всего, вот так уже легко не получится. Но у меня есть вот интереснейший удар от, вот, от Микеланджело. От Донателло, прошу прощения. Вот, разбегается и наносит удар своей палкой. И Донателло Орлевик выбит. Очень неплохо. Кроме того, друзья, есть вот отличнейший удар. Вот, ага, это слова метает Раф и, скорее всего, выбит весь отряд. Да. Ну что же, вот такой вот отличнейший бой. Удалось довольно-таки здорово победить врагов. Ну что же, замечательно. Итак, вперед, друзья. Вот следующий. Добыли мы ДНК Крипа. Тоже само по себе приятно. Итак, следующий бой. Следующая команда. Да, давайте-ка подберем. Ох, враги делаются все круче. И, друзья, и здесь нас уже ждет босс. Вот какой-то особый кожеголов. Вот в костюме. Я надеюсь, друзья, это будет интересно. Итак, нам нужна команда. Нам нужна команда черепашек. Вот. Вот давайте-ка я посмотрю, кого бы взять. Вот, в принципе, ролевиков мне сегодня уже заказывал Миша Егоров. Я и хотел вот позже взять. Возможно, друзья, давайте-ка возьмем команду монстров. Но, честно говоря, хочется мне взять черепашек. Давайте-ка все же я возьму ролевиков. Но возьму ролевиков без шредера. Вот именно заказывал Миша Егоров ролевиков плюс шредер из мультиков. Ну, а я посмотрю, друзья, как мне сейчас ролевики прокачаны. Вот, нашел я только почему-то... Ага, Донателла ролевика мы уже прокачали. Вот остальных почему-то я не нашел. Где-то они попрятались. Ну, возможно, возможно, возможно. Давайте-ка, друзья, не хочу брать очень сильных врагов. Тогда я вот возьму команду какую-то сборную. Возможно, команду сборную монстров. Вот, возьмем-ка мы давайте Казмить Юна. Возьмем Крипа. Возьмем Саблезуба. Возьмем-ка, друзья, Острозуба. И возьмем-ка Пицелисова. Вот, ой, какой хороший, интересный состав. Вот, в принципе, мне кажется, давайте-ка даже Острозуба и Саблезуба я уберу. А возьму Полкуса и Жастина. Вот команда монстров. Смотрите, как здорово смотрится. Итак, вперед. Вот, скорее всего, здесь в конце будет ждать босс. Ну, посмотрим, что из этого получится. Итак, Пауку сразу же метает сеть и выбивает первую волну, вот шутя без проблем. Переходим ко второй вполне. А вот сейчас уже вот вонючая атака Азмить Юна. И тоже вот смел, просто смел вторую волну. Переходим к третьей волне. А вот здесь уже, друзья, придется нам похуже. Итак, удар шипами из-под земли. Вот, и Крип выбивает. Вот, кто это был у нас? Это был у нас Бакстер Муха. Бакстер Стокман, который превратили в Бакстера Муху. Итак, удар от пиццелицев забрасывает всех врагов раскаленным сыром. Ну вот, друзья, встреча с боссом. Вот такой вот. То ли это Кожеголов, то ли это какой-то другой монстр. Ну, похож, по крайней мере, на Кожеголова. Но смотрите, какой у него крутой костюм. Ну что же, здорово. Итак, Джастин удар глазами. Вот, нанес довольно-таки неплохой урон. Здорово. Паукус удар сверху. Шипами неплохо. Отлично. Ох, как разошелся. И огненная волна. Ну и Джастин добивает своим ударом. Вот метает. И вот этот забавный монстр, очень похожий на Кожеголова, побежден. Ну что же, супер, друзья. Победа на три звезды. Довольно-таки неплохо мы с вами справились. Итак, идем дальше с вами. Давайте-ка посмотрим. Следующая команда. Следующая команда. Давайте-ка мы посмотрим. Итак, всего восемь эпизодов. Четыре мы уже прошли. Давайте-ка перейдем в пятый. Посмотрим. Итак, враги. Все сильнее, все сильнее. Вот команда монстров, я считаю, друзья, неплохо у нас сработала. Давайте-ка еще возьмем героев. Тех, которые... А давайте-ка, друзья, я попытаюсь вот взять, вижу... Ксевера Монтеса, еще возьму Бакстера, Криса Брэдфорда, друзья. И всех, кто пошли от Криса Брэдфорда. Рахзар, Астрозуб. Кстати, вот вижу. И еще возьмем друга, вот Саблезуба. То есть все ипостаси. Вот по мультик, друзья, Ксевер Монтес, когда попал Мутаген, превратился в Саблезуба. А Крис Брэдфорда вначале в Астрозуба, а потом в Рахзара. Ну что же, вот такая вот интересная команда. Давайте-ка посмотрим, как они справятся. Вот что же, неплохо. Итак, вначале удар с воздуха. Рахзар здорово выбивает. Отлично. Дальше вот срабатывает Саблезуб. Ну что же, понемножку выбивает. И есть, друзья, очень классная фишка от Криса Брэдфорда. Усиливает защиту нашего отряда. Хотя нападение к Северамонтеса, вот, прошу прощения, вернее, прокачка Криса Брэдфорда, когда он прокачивает, появляется контратака. Очень классная фишка. Итак, добивает Крысу очередную Астрозуб. Вот и переходим к следующей волне. И здесь, друзья, куча мутантов-тараканов. Удар Рахзара неплохо. Вот не удалось выбить. Возможно, Астрозубу это удастся. Да, получилось. Кроме того, к Северамонтес удар ножами. И очередной терминатор-таракан выбит. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка я усилю атаку. Вот, здорово. Вот так атака осилена. И выбиваем оставшихся тараканов-терминаторов. Вот, отличнейший удар. Плечом. И вторая волна-терминатор. И вторая волна-терминатор. Переходим к третьей волне. Вот как это не удивительно, друзья, но вот этих всех героев нет массовых атак. Ни у кого. Вот у всех одиночные только удары. Вот давно у меня не было вот такой вот забавной команды, у которой только одиночные удары и нет массовых атак. ну что же здорово и так давайте-ка воспользуемся криком острозуба вот ослабил врага и саблезуб не смог добить вот пытается что-то сделать этот склеп на это ему не удается и так неплохо выбери и передвигаемся друзья к четвертой волне ох какая сборная раф ролевик микеланджело ролевик плюс еще крысиный король опять же сборная ничего страшного рак зар привлекает внимание а крис брэдвард пытается выбить крысиного короля не получается возможно саблезуба это дастся да вот неплохо дальше острозуб попытается выбить микеланджело ролевика не получилось вот удар от рафа ролевика опять же не очень хорош север монтес тем временем ослабевает врагов а саблезуб выбивает наконец-то микеланджело ролевик выбит остался только рафа какой он силен но тем не менее вот удалось его победить и остался только два рыцаря один склет и рыцарь скорее всего это футботы хотя не уверен я и так победа победа отлично вот неплохо справились вот этой вот командой вот бой мне понравился друзья и так вперед давайте-ка посмотрим что дальше у нас получится и следующая команда вот эпизод номер 6 давайте-ка мы возьмем и посмотрим что из этого получится и так в рабе враги все более сильнее давайте-ка я посмотрю и давайте-ка я возьму команду вот еще посмотрю какую-то сборную интересный необычную который еще у нас не было вот давайте-ка посмотрим кого бы здесь взять вот давайте-ка мы возьмем 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 возьмем-ка мы вот такой сборную сборную изборную из девушек и других монстров и так а змея корай лисичка крысиный король нейтрализатор и еще давайте-ка друзья возьму мутагиноида вот необычная команда мне кажется это будет здорово и так давайте-ка посмотрим опять же четыре волны четыре волны и сразу же бой идет аллапекс вот в игре она написана просто лисичка но по мультику мы знаем что ее зовут аллапекс сестра тигриного когтя и так змея корай массовым ударом добивает первую волну ничего себе выжил как он смог выжить этот след непонятно но выжил переходим ко второй волне и есть подарочек от нейтрализатора вот такой вот ракетный удар просто сметает просто сметает вторую волну переходим с вами дальше к третьей волне и что же нас ждет и здесь опять же ждет куча склета плюс человек грипп вот нету уже у нашей аллапекс массовой атаки значит просто запинаем ногами и так вот такой вот классный удар с разворота и выживая друзья выживает человек грипп но змея корай должна его добить да вот один из врагов выбит вот есть возможность применить массовую атаку что и делает вот крысиный корот и так крысы вперед вот отлично одного из из склета выбит выбили а дальше вот нейтрализатор вот при помощи телепорта перемещается к человеку грибу и его уничтожает ну что же неплохо нейтрализатор метает выбит один из склетов и оставшегося склета своими серпами аллапекс добивает ну что же здорово и так переходим четвертой волне и есть уже ждет а вот интересная команда два ролевика лео плюс дони плюс еще по укус ну что же и вижу урон начнут напротив да не повышен поэтому друзья атакуем его и надеюсь удастся выбить вот не выживает друзья но аллапекс его уже должна добить до дони вражеский хилл выбит это уже радует но сейчас попытаемся нанести побольше урона лео ролевику вот так змея корей нанесла неплохой урон пытается что-то сделать по укус и так сильнейший удар от нейтрализатора дисками вот и да 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 друзья вот массовый урон от мутагеноида и выживает выживает что-то пытается сделать левый ролевик на это уже друзья не имеет значения потому что аллапекс его добивает ну его друзья скорее всего змея кора сейчас тоже должна добить по укуса не смогла зато удар крысой от крысиного короля уже точно догрызает этого героя остался последний футбот и его добивает нейтрализатор своим пистолетом а вот либо каким-то другим оружием скорее всего это был бластер ну что же неплохой бой получаем награду днк микеланджело ролевого и переходим друзья дальше и следующий эпизод 7 давайте-ка посмотрим что здесь интересного и так враги довольно таки крутые 75 уровня плюс босс поэтому друзья нужно брать уже команду вот очень очень сильную ну что же давайте-ка я сейчас возьму уже ролевиков возьму команду от миши егорова и так команда ролевиков раф ролевик леонардо ролевик вот кроме того попросит так будет команда от миши егорова попросил взять шредера из мультика плюс всех остальных ролевиков и иду друзья навстречу вот и так давайте-ка посмотреть донни ролевик и нам еще микеланджело ролевик нужен где-то я его друзья потерял не могу найти но нужно значит будет повнимательнее просмотреть итак нам нужен микеланджело ролевой где же ты дружище где же ты спрятался давай-ка мы тебя поищем ищем 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 вот друзья ага он тоже не прокачан и так 80 уровня и я скажу вам друзья бой будет очень непростой итак атака черепами от рафа ролевика ох как досталось с клетом неплохо давайте-ка пусть шредер ударом с воздуха еще добьет одного из клетов вот отлично вернее это рыцари ну а донателло ролевик пусть защищает лучший отряд вот замечательно вот микеланджело выбивает оставшегося рыцаря вот неплохо переходим ко второй волне и сейчас друзья давайте пусть пока наш лео прокачает еще наш отряд и так появляется атака у некоторых героев броня неплохо кроме того воспользуюсь я вот такой фишкой нашего вот рафа неплохо и удар от шредера из мультика его ниндзя идут в атаку и просто сметают отряд вот еще есть несколько плюшек от нашего донателло но давайте-ка пока я вот прибегу массовый удар и так приходим к третьей волне вот куча склетов и у нас друзья есть возможность микеланджело забросать их водяными пузырями вот отлично здорово досталось и массовая атака от лео ролевика вот огненная волна ничего себе как смел вот огнем склета вы видели это было здорово ого ничего себе как забавно друзья посмотрите 4 ролевика микки донни лео и раф все собраны как на подбор ну что же ролевики против ролевиков это здорово друзья вот правда у нас еще помощь шредер но ничего страшно и так добиваем добиваем донни и не получилось и да есть массовая атака от донателло ролевика и вот выбивает вражеского дони ну а сейчас массовая атака от микеланджело вот не смог выбить вот разошлись враги атакую досталось шредеру вот отличнейший удар от лео щитом и рангом вот и скорее всего раф уже добьет нет не смог добить вот подлечиваться мне друзья кажется нету смысла и так вот выбит и переходим друзья к боссу вот этому монстру очень похожим на кожеголова но только в защитном костюме ну что же вот пусть пока микеланджело ролевик снимет негативные эффекты отлично а шредер из мультика нанесет первый удар от здорово досталось ого у как у ничего себе какой удар хвостом дальше раф наносит урон неплохо ой-ой-ой-ой друзья и нужно срочно лечить нужно срочно лечить иначе да есть есть возможность и так донни ролевик подлечивает рафа вот наносим урон если друзья будет не идеальная победа мне будет очень жаль и так здорово есть у нас еще один хил который подлечил ой-ой-ой-ой как от как досталось а лео ролевику вы видели сразу же половину здоровья забрал но вот раф ролевик добивает этого монстра кожеголова ну по крайней мере очень похож на него и так супер друзья отличнейшая победа на три звезды просто замечательного и так супер друзья идем с вами в бой очень неплохо как сыграла команда миша егорова и у нас друзья последний эпизод последний 8 эпизод враги 85 уровня причем все платиновые вот ролевики а вот против них поставлю друзья я команду изведения плюс сплинтер вот мне кажется это будет друзья интересный классный бой надеюсь он вам понравится и так команда 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 вот наших введениях сплинтера плюс против ролей кувыков вот и против еще и какого-то монстра и так вперед друзья надеюсь это будет интересно и здорово и конечно же первой волне встречая всклеты и для них у нас есть подарочек вот бросает вот такой кувшин лево изведения запрещает подлечиваться а микеланджело делает фокусировку отлично и так наши герои будут более лучше уже наносить удары кроме того вот медитируя на 6 сплинтер еще прокачивает атаку вот разные бафы и ровь изведения массовая атака выжигает первую волну ну что же по моему друзья это было неплохо переходим ко второй волне давайте-ка еще про бафу и наш отряд и так разрубает фигурку тигериного когтя и появляется скорость в наших героев ну что же массовая атака леонардо сведения ох как здорово досталось врагам опять же друзья жаль мне тратить массовую атаку от донателло из из микеланджело прощу прощение изведения значит будем вот пользоваться серпами и так микки серпами выбивает одного из рыцарев ну а сплинтер вот ударом с пальцы следующего вот так здорово и так поэкономлю друзья я пока массовые атаки вот выжигает трав а лео прокачивает скорость вот отлично куча бафов у наших героев и при помощи молота донателло из видения выбивает оставшего рыцаря и так переходим друзья к третьей волне опять же целая куча склетов и атака белками микеланджело бросает желудь белки мчатся в атаку и просто вот перегрызли оставшихся склетов ну что же это было здорово вот удар катан из сплинтера очередной склент разрушен вот жаль мне пока тратить на этих монстров массовую атаку но ничего страшного сейчас я думаю мы ею воспользуемся и так приходим на встречу с ролевиками и вот для них и есть сюрприз массовая атака огненный торнадо от рафа изведения ну что же это было здорово и так раф изведения атакует рафа ролевика и кто же победить ага это был микеланджело прошу прощения ничего страшного и так сплинтер атакует лево ролевика вот леонардо изведения атакует донателло не смог добить но это удается рафу изведение и так неплохо микеланджело ролевик пробует что-то сделать но это уже не важно это друзья победа ох какой был интересный бой а мы переходим друзья к следующему уровне вот к финальному боссу боссу 85 уровня давайте-ка мы против него сразимся и посмотрим что из этого получится ух какой крутой босс ну посмотрим посмотрим друзья удастся ли нашим героем так просто просто с ним справиться и так лево наносит удар дальше микеланджело вот давайте-ка еще про бафа и наших героев отлично в сплинтер улучшает ох 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 атакует атакует вот этот кожеголов хотя по моему все же это не кожеголов итак друзья что это за монстр что кусе пишите ну а нас шлеу бросает крушин и за без запрещает ему подвлечиваться огненная атака от монстра но наши герои не остаются и так массовая атака трафа отлично донни воспользовался своим топором микеланджело делает фокусировку и так чей же будет финальный удар вот финальный удар нанесет сплинтер пальцем да это было здорово друзья вот такая вот классная победа удалось сплинтеру добить этого монстра и на сегодня друзья вот эта победа в этом состязании так сегодня я с вами уже на этом прощаю всем пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайк а ждать и новой серии конечно же друзья пишите в отзывах и комментариях вот кого из героев прокачивать мне в следующем видео опять же особые вот спасибо не несу выдрину за то что прокачал большинство моих героев вот золото на платину ссылку на его вк я оставляю друзья кому интересно ну а вы друзья пишите в отзывах и комментариях кого из героев прокачивать на более высокий уровень я буду вот это делать сегодня я уже с вами прощаю всем пока пока а чтобы не пропустить ни одну серию нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых видео всем пока друзья до новых встреч а Продолжение следует...